Все больше ресурсов переходит с бумажного на электронный формат. С 1 января так случилось и с хорошо знакомым всем работающим россиянам документом-трудовой книжкой. Теперь по желанию можно контролировать учет своей трудовой деятельности по сети, имея при этом постоянный доступ к собственным данным. Ничего себе! До чего техника дошла! Переход на электронную систему поможет вести кадровый учет онлайн и предпринимателям. Заменить бумажный носитель можно добровольно, по заявлению в отдел кадров своей организации. При этом сам гражданин решает дальнейшую судьбу бумажной книжки. Она либо уничтожается, либо хранится у работника. При этом в нее делается запись, что дальнейшие сведения будут вестись онлайн. Исключением станут лишь граждане, которые впервые устроятся на работу в 2021 году. У них сразу будет электронная трудовая. Пока самарцы относятся к переменам с осторожностью. Электроны могут взломать. Электроны, конечно, очень хорошо. Если это будет надежно на 100%. Но я думаю, все равно, из-за того, что люди в разных городах работают, это будет все равно приплываться. Ну, как, с одной стороны, если электроны будут удобнее, но бумажные потерялись, электронные не внесли. И все равно... Путаница. Трудно сказать, да, путаница все равно будет. Может быть, на первом этапе, но потом наладится. Ну, наверное, проверено, я так считаю. А почему? Ну, все по старинке, до возраста у меня уже не молодой, как бы, ближе к 50, и все по стариночке. Все-таки, наверное, бумажные. А почему? Ну, не знаю, сейчас как-то, наверное, немножечко электроники не доверяем. По случаю вдруг какой-то сбой, и потом, соответственно, не найдешь всех данных. Однако в организации заверяют, никакой утечки данных быть не может. Информация хранится по всем нормам защиты данных. Вся информация, которая хранится в системе пенсионного фонда, она надежно защищена. Все в рамках требований по защите информации. Прием, учет и хранение соответствуют нормам защиты персональных данных. Происходит это способом очень современного оборудования, которое рекомендовано регуляторам в области защиты информации. И никаких беспокойств по этому поводу быть не должно. Электронный вариант трудовой сохраняет весь перечень данных. Их вы можете видеть на экране. Все сведения работодателя обязуются предоставлять в пенсионный фонд ежемесячно. Первый такой отчет за январь должен быть отправлен до 15 февраля. Чтобы оформить электронную трудовую, заявление нужно написать не позднее 31 декабря 2020 года. Мария Левина, Константин Головин. События.